Сюда. Ой! Ничего, ничего, ничего. Вытерем сейчас. Глабрый есть у нас. Серёжа был долгожданным ребёнком. Желанным даже очень. Потому что мы хотели, во-первых, ребёнка и именно сына. Имя уже даже заранее знали. Беременность протекала вполне хорошо. Родился в срок. Родился он здоровым ребёнком. Ничего такого не предвещало того, что что-то с ним не так. Четыре месяца у него было. Он очень часто делал самолёт. Дети на животе лежат и ручки, и ножки в стороны. Очень долго. И любил смотреть через щель. В кроватке там есть такая маленькая щель. Любил смеяться, когда отрываешь скотч. Так он сильно, как будто не смеётся, но когда отрываешь скотч, это звук вот этот, он прям заливался смехом. Такие вот мелкие странности, о которых я поняла, наверное, недавно, когда вот по врачам ходили, когда получили диагноз этот. Для нас, конечно, серьёзный. Диагноз у нас детский аутизм. Задержка речевого развития, ЗПР, СДВГ, гиперактивность, сенсорно-моторная аллалия. Сложно, наверное, научить его понимать других. То есть ему сложно взаимодействовать с другим? Действие коммуникации, ему сложно играть, ему сложно понять, что детям больно, другие плачут, например. С обычными детьми легко. Вот кто не сталкивался, это легко. Взял куколку, давай играться. Это папа, это мама, это корова. Давай, пойдём покормим корову с папой, мамой. Это простая игра, которую дети могут в полтора года. Аутичным детям, к сожалению, это сложно. Они не умеют играть в папу, маму, кормить корову. Такие простые радости отсутствуют. Машет руками, машет резко головой. Такие движения не дают взрослой жизни водить машину, работать на многих профессиях, где связано с точностью, принятие решений, возможно. В 4 года и 2 месяца нам дали инвалидность. Он у нас сейчас говорит только пару слов. У него есть слоги. Пусть они меняют как-то, но есть звукоподражание. Мы сейчас учимся намазывать масло на хлеб, какие-то вещи для обычного ребёнка, бытовые. Одевать штаны, правильно, надеваться. Вот это мы всё учимся здесь, в Аватаре. Всё, всё, всё. Всё, 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 всё. И когда он, Серёжа, чувствует себя как дома, вот он полностью раскрепащённый. Поэтому удивляться не стоит. В группу нашего проекта пришла мама нашего Серёжи. Проект у нас очень долгий. Он длится год. В сентябре месяце мы этого года мы его заканчиваем. И он включает в себя очень много различных мероприятий. Родители приходят и начинают по-новой узнавать своих детей. Начинают узнавать самих себя. Познавать даже. Вот Серёжа – это как раз таки та семья, которая осознанно приняла ситуацию и начала работать. С ним было достаточно сложно. Сейчас он уже реагирует на обращённую речь, он уже что-то делает сам, он стал спокойнее. Как часто вы сталкиваетесь с негативной реакцией окружающего? Каждый день. Если мы выходим на улицу, к сожалению, каждый день. Есть мама, которая отводит своих детей от нашего. Да, было такое. Есть мама, которая говорит, зачем вы говорите о своём диагнозе, не надо такое говорить. Нет, говорили. Я говорю, я говорю, чтобы вы знали, что сейчас он пока сидит в песочке, но если он там кинет вашего ребёнка что-то, да, или начнёт кричать, чтобы вы поняли, что он необычный. Это не избалованность. Люди должны знать, что есть и другие дети. Я несколько раз видела таких же детей, которые мамочки, родители сразу в охавку берут и убегают, потому что их не принимают на площадках, автобусах. Их не видят. Увы, они есть. Я тоже до рождения своего ребёнка не видела таких детей. Честно. Вот он много коммуницировать не может, но он очень любит технику. Он умеет всё вот это составлять, строить. Именно такие необычные вещи, которые нам на ум не придут. Это какие-то балансиры, собственно, делает он. Это водные игрушки, чтобы вода так текла, шарики, которые тоже обычные дети так не делают. Гениальность в этом какая-то есть. Если нею заниматься и за что-то зацепиться, то, что ему нравится, именно это развивать. Может быть, ему общение с другими людьми сильно не понадобится. Увы, есть такие люди и даже великие аутисты, которым общение с другими людьми не особо нужно, они талантливы. У нас, наверное, будет талант программирования, как у многих аутистов, потому что он компьютер обожает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова